Эту сессию ижевские депутаты целиком посвятили формированию думской структуры. Начали с выборов заместителя председателя. Тайным голосованием и убедительным большинством выбрали Фанью Федорову. Бывший сотрудник органов внутренних дел, полковник юстиции и депутат уже четвертого созыва заверила, будет искать общий язык со всеми. Вторым вице-спикером Ижевской думы стал Сергей Шишкин. Причем за эту кандидатуру тоже проголосовало большинство, невзирая на то, что депутат-оппозиционер из партии патриотов России. Коллеги по фракции уверены, это серьезные подвижки. Несмотря на то, что в городской думе доминирует Единая Россия, они делают некоторые шаги по тому, чтобы демонополизировать ситуацию или считаться с меньшинством. Считаться с политическим меньшинством призывал глава Удмуртии. На этой сессии он снова повторил задачу депутатов оправдать доверие ижевчан. Прошлые коррупционные и криминальные скандалы с представителями ижевской власти еще на слуху. Депутаты этого созыва не против декларировать свои доходы и расходы и закрыть, у кого есть, счета за границей. Если, конечно, инициатива Центрального комитета партии «Единая Россия» станет законом. Мы люди публичные, нашей жизнью постоянно интересуются. И я не думаю, что депутаты имеют мораль или какое-то другое право вообще скрывать свои доходы. Значит, они несоединенимы выходят, значит, есть что скрывать. А уж тем более, если на содержание депутата расходуются средства бюджета, тогда сам Бог велел ему жить в России, содержать свои активы в России. На сессии решили, что постоянных комиссий в Думе будет на одну больше. Шесть. Кроме уже привычных по финансам, экономике, социальной сфере, местному самоуправлению, создали комитет по градостроительным вопросам и отдельно по ЖКХ. Вопросы ЖКХ, они звучат везде, да, и по нему очень много недовольных. Сделали ее отдельно, там все люди, имеющие прямое отношение к ЖКХ, то есть кому как не лучше понимать, что нам нужно сделать, какие решения должны быть приняты. Глава Удмуртии сегодня отметил, сейчас город формирует команду на предстоящие пять лет. Для ее эффективной работы все шаги должны быть обдуманы. Сформировали команду, по крайней мере, председателей комиссии городской думы, заместители, председатель комиссии, ну, подошли скурпулезно и выбрали тех людей, в основном сделали ставку, которая уже не первый раз выбирается депутатами городской думы. Очень хочется, чтобы депутаты городской думы, любых партийных принадлежностей, жили и работали вместе. Параллельно с думской командой глава Ижевска формирует структуру администрации. Юрий Тюрин заверил оптимизации ижевским чиновникам не избежать. 10% ждет сокращения тех, кто останется на завод на следующей сессии в середине ноября.